вот это вот эта рыба ну что welcome back to my channel дамы и господа мормоны продолжим стритфишинг искать толстых осенних окуней ноябрь месяц окунь клюет все менее и менее активно но поклевает там 5-10 штучек за рыбалку за несколько часовую там за трех часовую можно поймать но посмотрим что будет сегодня хочу на этой стороне прогуляться здесь давно уже не был интересно как здесь рыб есть он здесь нету толстычков еще в этом году здесь не ловил до этого здесь как-то гулял давненько там месяц назад или когда я уже не помню толстычков не было поэтому посмотрим как сегодня начинаю с джига ловки несколько два-три зацепа обрыва и тогда уже перевяжусь на какой-нибудь дроп-шотик со всетником ну а пока начнем с джиги надежда поймать активную рыбку найти на нет то что мы будем уже другой оснасткой ловить пассивную рыбку о-хо-хо функцион расслаблен первый боец есть что же бледные такие осенние конечки ну вы что девушек зеленая яркая красочка как летом красивые такие все да уж интересно интересно как на него спускаться и залазить случае остановки на светофоре за столб держаться за каком-нибудь ну что полчаса 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 проходил вот как одну рыбку поймал получил первый тычок не засек на втором забросе я ее доловил и больше просто тишина я эту джига ловку и в поперек течение и вниз по течению и сверху по всякому прошелся покидал по вообще нету тычков просто нету хотя место всегда рыбная зацепистая до поганая дно трава коряги троса но рыба всегда держалась не крупные окуньки как всегда были поэтому проверяем ставлю дропшот открытый крючок ставлю мне в сетник обычный и сейчас попробуем сделать с десяток забросов прям и проверить будут ли поклевки грузик поставил 8 грамм я думаю более-менее будет достаточного данного груза и не сильно будет его сносить и он будет не сильно там медленно на дне оставаться цепляясь за всякую грязь мы посмотрим больше чем уверен что рыба есть надо просто найти подход к ней будем искать с дропшотом ну вот на первом забросим с удержкой пауз таких сразу же первая поклевка до мелкий но как я уже сказал ранее рыб есть надо просто искать к нему к ней ключ да не крупные щиплет 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 за проводку по несколько раз засечь не удается приманочка большая не за хвост и ребенка нужно конечно поставить что-нибудь короткая танку что-то на последних рыбалках там-то резко перестала работать поэтому ну нафиг а секс-импакт работает очень хорошо добрал добрал побольше что стайка есть надо ее просто как-то расшевелить чтобы она стала более активной все все он там вдалеке стоят на выбросе чувствуется что там камни много камней грузик чувствуется как тащится по этим камням валунам там каким-то иной раз он где-то там застревает между камней и вот где-то камень окунь и держится где-то среди этих камней конечно скоро я зацеплюсь оторвусь там по-любому не засек но только к этому рельефу там придерживается привязан к этим камушкам да что там такой мелкой клёвый то поклёвый тот гряда камней окунь там стоит но к сожалению пока что мелки только найдем что наверняка в этой ста есть и куда-то покрупнее просто почему-то мелочь более так сказать любознательная активная подходит смотр хватает если там есть толстячки то пока они к сожалению себя не проявляют не нравится мне фрикцион это я взял kingfisher это у меня лежала тушка шкули я использовал на иного ультралайт а тут не было свободных шпуль флюрик смотал на него намотал 1.0 юджик ну и так как пришлось мотать на шкулю от kingfisher то пришлось взять kingfisher потому что когда наматывать шнур и новую ультралайт она не ложится ровно так как шкули не до конца совместимы домотка не до конца идет как попало и поэтому решил все-таки взять kingfisher родной на него намотать ну и оставить ее под под него под ловлю шнурком вот этим вот единичкой ну намотал в принципе сначала была такая горка бугорком вот так вот намотана так середина шкули и вот так вот все было горкой намотана но через несколько рыбалок под натяжением под мокрым шнуром под в одну намок да и под нагрузкой все-таки как-то более-менее вот смотрю сейчас на рыбалках выпрямился слава богу это переживал что эта шишка так и останется и будут у меня всякие петли слетать но нет нормально вытянулся так скажем но не нравится фрикцион по звуку слышите какая каркер 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 неинтересная штука на новом ультралайте мне прям вообще нравится звонкость фрикцион чека чувствительность как он настраивается звук вот этого диска фрикционного кому красота конечно не сравниться с японскими там всякими хорошими катушками там вообще звонки на страде как или где там я не помню какие фрикцион чеки ну и но ультралайт им не проигрывает по звонкости вот как пишу что так фигня что фрикцион фигня не очень как-то мне нравится может кто знает как сделать фрикционных катушках звонкими что там нужно поменять какую детальку запчасть чтобы она звенького лучше звонче то расскажите будет интересно так как маятниковым забросом попа прям самые эти булыжники которые прочувствовал на дне будет на грани фола как и сейчас доиграюсь либо я все-таки всажу между камней груз с крючком и оторвусь либо все-таки я получу поклевку окуня и попробую доловить возможно там в этих булыжников стоит и не совсем маленький окушок фрикциончик раскручивать уже такой соточка минимум да уже хорошим в общем в этот раз я его перехитрила не он меня я вас камней смог вытащить и темненький такой блин вообще какой-то странной окраски вы смотрите он темный грудинка красная такой весь блин как этот непонятно красавчик какой-то такой необычный ну вот в общем на этом забросе мне удалось перехитрить судьбу так скажем рыбу не засекся в камни поймал рыбку еще раз забросим за камушки ветер меняется направление постоянно туда-сюда кто стоял дул спину теперь уже дует слева так ну что надо нащупать камни булыжники эти не на этих булыжников надо становиться и поиграть шнуром приманкой чтобы рыбка успела подойти и схватить ну что-то там что-то это не то ребята давай до свидания а сейчас еще пару забросов с точки и пойдем дальше надо искать искать не надо как говорится да найдя точку зацепившись за нее тут можно поставить долго пока вся рыба сойдет на нет как говорится все поклевки но надо все на себя заставить оторваться от данной точки пойти еще найти точку еще с более поклевочка с более может быть даже активной рыбкой более крупной а то так можно одной точке долго стоять потом думать а вот если бы я пошел бы еще бы куда-нибудь возможно я там бы нашел бы потолще рыбу или наоборот пожалеть сказать блин зачем я туда ушел там же ловилась а что вот еще надо было в ноябре стой долови но нет сейчас посмотрим чуть правее чуть левее покидаем еще найдем уж какие-нибудь рельефчики интересны здесь вот закинем посмотрим джига я кидал 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 ничего не накидал а дропшот отлично отлично сейчас посмотрим здесь тоже на выбросе что там на дне какой рельефчик что там не понимаю ничего не чувствую травы нету которого добавляла плавучести приманки почему я не чувствую ничего на дне что ли уж там плата с песком действительно там камни в 10 метров здесь уже пошел песок какой-то непонятно ну все просто грузик по дну потаскиваю волочением но вообще ничего не чувствуется абсолютно никакой аномалии нету ни травы ни камней просто что были за поклевки мелочушке нет уже колонна уже какая-то была аномалия камушки а окунь такой вот такой вот маленький окушок вот на выбросе чистое ровное дно без всяких зацепиков бугорков а уже ближе к колонне начинаются опять какие-то камушки и вот на этих камушках сразу же побыла поклевочка обидно досадно конечно как хотелось бы да по песочку по ровному сплавлять сплавлять грузик с приманочкой не боясь никаких зацепов и чтоб на этой косе песчаных копки кабаны как давай хватать твою прибанку эх но к сожалению нет нет камней нет зацепов нет травы и нет и рыбы привязаны к точке ну что и пройдем мимо как говорится бросим в камни попробуем получить поклевочку снова на клёвной точке где все клевало вымотаем лишний шнурок покоро тут выдало ветром немало все вот сразу же сразу же груз идет по небольшим камням ну давай булыжники прохожу уже ну что в булыжниках никого не осталось как же это не осталось вот он он прям сразу четко чувствуется груз залазить на эти валуны какие там сразу же кто-то из них выскакивает вот идем дальше сейчас зайдем от за эту колонну покидаем на этом участке попробуем здесь что-нибудь почувствовать вот пошли камни уже тоже было зацепов ничего там какие булыжники еще больше чем на предыдущей точке прям шнуром по ним поднимаюсь не грузиком стучу а прям чувствую как шнур по ним такой забирается все за собой грузик тащит оде поклевка то этих валунах я не понял получается тут какая-то идет так свал и опять ровное дно здесь может какая-то приманку стащили старая отсыпка может быть здесь какая-то старая набережная сваи же от чего-то тут стоят раньше было и вот там идет резкий какой-то спад слава где-то вот там вот поклевки ну просто это все печально что я сейчас буквально несколько забросов я обязательно этом подъеме на этот свал зацеплюсь крючком либо грузом и так бабки не ходи после такой большой перепад метод поможет в несколько он просто так даром не пройдет обязательно будет зацеп обрыв ну рыба ну ты чего бастуешь такой шикарный рельеф где вы там просто можете стаей скопиться и вот сейчас догнал на паузе моряки в разные стороны а только не на вываживание разбегаются ну вот каменный рельеф есть рыбка ладно последний заброс попробовать кого-то в этой ямке все-таки поймать и все идем дальше бесполезная трата времени если бы была там стая куней они бы давно бы там уже хватали бы как дикие но единичные вот эти поклевочки не стоит того чтобы здесь тратить столько много времени а и какой поднялся канал на лифте наверх там обалдеть какая высота я решил попробовать с моста закинуть будет поклевка нет и вот поклевка есть надо отпускать окунение отсюда это жесть поэтому пойдем вниз и будем пробовать оттуда а то с моста блин такого высокого бросать их не прям вообще жалко сейчас посмотрим будут тут поклевки нет хорошие за сегодня первый местах не свалится такой более-менее приятненький сдалека сдалека приходится тащить ну хотя просто на текухе кажется что такой прям ну тоже такой питанный приятненький небольшой на толстенький кругленький спасибо рыбка вот это вот эта рыба вот это класс вот это хороший конечно там не из травы идет с травой вместе про вот это вот это вот этого я дождался толстячка на на течении насколько ты весишь друг я хочу тебя взвесь 375 граммчиков красавчик бросать конечно здесь не очень ну что ж поделать вау класс огонь а будут еще ли такие сегодня большой большой вопрос ну вот и моська сработал добра 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 но зажим сделаем All points а и и ну и а и а и и Еще один Попадай сбытый Шук такой быстрый Меня еще снять не успел Ты уже вырываешься Один за другим, один за другим Уже идти надо Уже заканчивать пора А как тут закончишь? С таким клевом Вот так клевочка Есть в голове Еще одна точечка С окунями В общем все, буду заканчивать Времени уже пол четвертого Начал в 12 Уже вечереет День световой быстро заканчивается Пора возвращаться домой Отличная рыбалка Несмотря ни на что Да, пришлось потрудиться Да, найти место Где есть рыбка Где стоит какие-то привязки к рельефам Но тем не менее Все это получилось Рыбку Нашел Рыбку по ловю Даже тротечек Сегодня был 375 грамм Окунечек Там приятненький Такое его на течении Выводить было приятно Хорошая рыбалочка Хорошая рыбалочка Да, холодно Голодно Как говорится Но Куда деваться Ноябрь месяц Он такой Скоро вообще Лед Зима В общем Из приманок работали Как всегда У меня работают Очень хорошо Секси импакты В размере Там 70 с чем-то Миллиметров Что еще пробовал Сегодня Даггер пробовал Даггер не сработал Опа Танту Танту Пробовал В начале рыбалки Какая там была У меня С хвостиком Твистером Таким На нее одну рыбку поймал А сейчас Вот В прошлый раз Когда ловил Да, мне давал Подписчик Вот такую вот Приманку Не помню как зовут Уже к сожалению Илья Или Вячеслав Прости меня Забыл Вот такая вот Не знаю чья реплика На кого Такая ребристая Какая треугольная С длинным хвостиком Шариком Блин, классно работает Надо Посмотреть в интернете Как такая приманка Точно называется И заказать Таких Попробовать В размере побольше Прям Чтобы потолще Были Объемней Для окуней По осени По весне Половить таких Было бы неплохо На толстой Приманочке В общем Вот такая вот Рыбалка Блин, не уйду я отсюда Рыбка поклевывает И поклевывает Но надо бежать Сейчас Эту проводку Закончу И все Да Найти Найти Место Где рыбка Стоит И тогда все Получается Опа Есть И тогда все Получается Все Заканчиваем на этой рыбине До новых встреч Ребятки Пока Пока Пыу Пырым Пырым Пырым